У Дениса долгожданная поклевка Сейчас немножко сложная ситуация, входим в перекат Денчик, просто держи Ладно, все молчим Сейчас, Серега, сейчас, мы вон там, раз в уголке, встанем, чтобы... Он обгоняет Все нормально Хорошая рыба Все, держишь спокойно Ты придержишь, а я все сделаю Подожди Подожди, Серега Да ну нах... Ну это пиздец, за 20 было однозначно Денис Не всегда рыбак побеждает рыбу, но мы не унываем Да, Денчик Я тоже наделся, что стяжел Мишанин, ну все Держи, пятюню Я хотел же, вот удочка маленькая Молодец, Мишанин Это на 2,10 на лайтик? На 2, да, 2,10 Ну да, 2,10 Что-то ты с ним справился быстрее, чем он на своей дрове Видит, какой-то безумный Ну я отпускаю его, да? Конечно Молодец Ну вон, все горело, рыжая Ваня снова достает леночка Смотри, какой леночек взялся Это тот самый Какой? Нет, малюсенький Отпускайте рыбу Будете ловить У Дениса поклевка Снова ленок Идем по малому руслу Ден, покажи Красава, берем Красавец Надо, не надо? Надо Может встать и остановиться тут? Ну я могу прямо здесь остановиться У Виталия рыба Я его остановлю, да Антон был неправ Выйти, да? Выйти, да? Вот я встаю Подсачи кто-нибудь Туда не ходи, там забудь А что-то небольшое Нормальное Там он не один, там 8 штук Не, там тройник, там 3 Зачуем тут Прямо среди Сейчас, сейчас я вытащу Ну минимум 6 А может быть 7 Я лодку держу Миша, это не лодка Это рафт 18 футовый Тем более Тогда я не удержу 3 метра еще У меня 4 заканчивается И губина начинается Антон, я просто не увидел Да, подсака, подсака Я руками так себе специализирую А он как раз вот подошел под подсак Под подсак, да? Он уже готов? Нет, он не готов Готов? Готов? Ну да, он еще не готов О, красная карта Я здесь стану потихонечку Приятный звук фрикциона Да, да Подведи мне Чтобы я в коррекционном Видел Миша, не Штатив подведи К ближе к Виталии Спасибо Дай Бог тебе здоровья Дай Бог, что ей ножи продавали Килограмм 5 есть Таймень 6 должно Больше 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 Ну, более Мне кажется Все, Виталий Держи его Сейчас, если он не будет дергать Все, стой Антоха, стой Он тебя заведет в подсак Да, да, хорошо Заводи в подсак ему сам Это бойкие мелкие Таймень Мелкие Бойкие Не торопись, Анто Оу Ура Ну, вот ему Потягиваем Отматываем Отматываем Вот и Таймень Отматываем Вот и Сильная Хорошая Хорошая Развернем Пожалуйста Молодец сейчас достанем же держи это не лодка это рад обрезаем плетню достаем его из блеснуем и вытаскиваем держи пока это сочетки ну 6 точно 7 статья всем не точно всем не точно ну работать мы поймаем бросают и бросай рыбу улыбайся сиськи неправильно хвост держишь вот хвост переверни руку в обратную сторону красивая рыба красивая можно и на лагерь сейчас обкидаем давайте и пойдем на лагерь ну тут пацаны вот здесь вот-вот просто ямище безумное начиная просто не виделся ты рядом лодку недалеко я шел виталь бресту снял она как вчера сказал Сергей Сергеевич мелочи причалили в 16-30 по плану было в 16 ну прикрыл пацанов благодаря этому виталия поймал ты мешонка своего на 64 красивого мальчика потому что мальчики от 5 килограмм уже красивые и начинает оживать лагерь антон костер борис борисович палатка столы делает виталия тут сразу начинает горох сейчас будет гороховый суп парить копны выбирает мишаня только работает потому что ему петрович сказал что он сказал тебе мишаня ты не будешь рыбачить будешь только ты с лифуками поехал мишаня ты не будешь там рыбачить ты будешь только что пить и работать у меня такой день что мне нельзя пить мне придется только работа ты поймал сегодня рыбы да щуку поймал водяка поймал тайме не видел уже вот стоит кухонка наша с этой стороны мы ставим технические ящики видеопературу сейчас здесь пацаны растаять которые придут продуктовые ящики с этой стороны у нас посудные котловые и это дает возможность быстрее находить то что ты ищешь лагерь оживает прекрасный денек прекрасная погода 28 августа господи август полина плавниковое место трава не будем пилить он достаточно там же не в бане где пашка с бани пашка кстати уже наверно там внизу да на слияние может быть наверно пойдет другую речку на которой мы были ответственность глав повара на сегодняшний день взял в команде виталия рассказываю что хочешь сделать у нас будет супчик с потрошками с горошком немножко будет остроты чуть-чуть копченых колбасок такое блюдо мы всегда делаем по традиции на пятый день сплава а где ты взял нож нож и подарил один человек который возглавляет корпорацию стальные бивни взял его хоз ящики потому что этот нож прописался лагерном оборудовании теперь всегда под рукой очень удобно всем привет у меня в руках якутский нож это такая вещь которая приятно что он у тебя есть ты можешь даже его до полку положить его мимо будешь проходить и понимать когда увидишь что у тебя будет хорошее настроение когда ты увидишь этот нож потому что он доставляет удовольствие не только как экзотика когда но еще функционал заказывайте не пожалеете пришлют сто процентов когда вы позвоните или напишите обязательно напишите что вы митягина или на фамилию митягин промокод митягин и пятипроцентная скидка не обязательно на якутский нож они много ножей делают так по секрету скажу но рекомендую все же якутский нож вот такой вот видите орнамент вот такие вот тут якутские животные нож не взорвается вот она чистейшее филе снимается с кожи на раз-два также вы очень качественно будете и мясо резать и мерзну рыбу будете так вот строганинку делать и колоть лучины хорошо она когда выпуклая линза она прям отскакивает их песня песня заказывайте пользуйтесь ну и вспоминайте нас хорошим словом всем пока смотрим дальше напомню еще раз да вот у нас 18 литровый баллон мощь под мощную плитку 400 киловаттного этого для зажарочки там для блинчиков для ладошек простая плитка китайской под маленькими баллончиками ну и конечно костер потому что без костра какая походная жизнь без костра никакая ждем команду а в стране любимой графом не бывал я никогда не дойдут туда конечно иностранные суда только рафты только рафты наши скромные суда добрый уссури главры походят запросто туда никогда вы не найдете в дебрях душных городов из элифуковской гавани всегда по четвергам уходят рафты в плаванье к далеким берегам идут они в грифляндию 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 и я хочу в грифляндию к далеким берегам только рафты только рафты наши скромные суда добрый уссури главры походят за постом туда никогда вы не найдете в дебрях душных городов полных маленьких турнадо и кадетов мужиков а в сказочной грифляндии грифляндии моей большое изобилие их преданных друзей из элифуковской гавани всегда по четвергам уходят рафты в плаванье к далеким берегам идут они в грифляндию 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 и мы хотим в грифляндию к далеким берегам только рафты только рафты наши скромные суда добрый уссурий главры походят за постом туда но в сказочной грифляндии грифляндии моей такое изобилие прекраснейших людей увижу ли грифляндию 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 увижу ли грифляндию до старости моей из элифуковской гавани всегда по четвергам уходят рафты в плаванье к далеким берегам идут они в грифляндию 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 и все хотят в грифляндию к далеким берегам только рафты только рафты наши скромные суда добрый уссурий главры походят за просто туда потеряли всякую надежду, в которой Николаевич сделал рекорд Серега, 9 лет! 9 лет я к этому шел! Ура! Мне нравится это! Берите парню! Берите парню! Только чай! Берите парню на рыбу не поймал, но день был такой Спасибо! Сегодня Борис Борисович на разливе Шех повар Виталя Давайте сегодня вот сейчас встанем и просто скажем спасибо этой речке Название можно говорить или нет? Якутская речка Давайте сегодня скажем спасибо этой якутской речке, которая за нами течет Малахов сегодня перепутал, куда речка течет? Вы че? Вы че? Нам же туда надо! Вы куда еплывете? Нам же туда надо! Было! Было! Мы же только что туда плыли, почему обратно плывем? Давайте стоя! Просто спасибо этой речке скажем Я не думаю, что в этом есть какая-то наша особая заслуга Не было то, что так сегодня все хорошо было Просто ну так легли карты В нужное место, в нужное время, с нужными людьми И нужной масти С приятными людьми Да Все было в масть И хваленка червовая на руках Мать! Да, мать Ну, за речку! За якутскую речку трехкратная гиб-гиб! Ура! 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 Серега, Серега Сколько таймени поймал? Ноль! Ноль! Ну столько эмоций было, когда он бам-бам-бам Я его бам! А он мне раз и жопу показал И все Хвост, хвост И сегодня навключался нормально Ну, слава богу, что команда поимела удовольствие порыбачить Все отловились У кого-то были скоды У кого-то были поплёпки У кого-то были выводы Всем спокойной ночи! Съёмка прекращается Чай, отлично! Ехай нахуй 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 Навсегда Я... Я... Подожди... А... Раньше жил я, не ту жил, а с тобой дал дал маху Лучше б с черепахой жил, а с тобой дал дал маху Ехай нахуй Ехай нахуй Ехай нахуй Ехай нахуй Ехай нахуй Навсегда Ехай нахуй 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 Дениска, ты понимаешь, о чём эта песня? Да, да, да. Нет, действительно, пускай... Нет, это песня о расставании. Работай по чём. При том неожиданном расставании. И теперь повторяем. Ехай на... Где твоя эмоция, Денис? Где твоя эмоция? Ехай на... Навсегда. Ехай... Ехай на... Навсегда. Господа, за движение. Это был бомба просто. Виталя, Тут будущие дежурные приглашают. Сегодня вечером. Ресторанное меню, индивидуальное блюдо горячее. Поэтому вот из меню можно выбрать тут ещё порядка 8 блюд у нас осталось. Называют и говоришь, беру. Мне подайте, пожалуйста. Перловка с говядиной. Цыплёнок с овощами по-мексикански. Плов из говядины. А можно уже всё? Давайте послушаем, но я уже решил. Индейка с тыквой. Куриные крылочки по-тайски. Второй пункт. Цыплёнок с овощами по-мексикански. Хорошо. Если можно, две порции. Мы будем стараться. Цыплёнок у нас остался один. А лисички есть сметаной? Лисички сметаной уже съели. Кто что хочет сказать? По поводу вопроса? Отличное утро. Дежурю с удовольствием. Горячая вода в огромном количестве. Персональное меню пошло уже на заказ. Я уже что-то удивляюсь. Такого не было никогда. И вот опять. Ну ладно. Работаем, работаем. Завтракаем, уходим ловить таймени, еленков, щук. Может быть наконец-то кто-то поймает сига? Может быть. Почему-то никто не хочет кидать блёсты на сига. Все кидают. Я регулярно кидаю на сига блёсты, но что-то пока. Вот в прошлом году было видно, где он чётко кормился. И его можно было прям реально. Так, ребята, у нас камера, а вы материтесь. Вы всё же материтесь, да, у нас? Нет. Нет? Нет. Вы. И по перцу-то не переборщили. Нет, нет, мы. По перцу не переборщили. Ну давай 8 сделаем. Я за голову взял, что думал, что у меня чутки. А давайте ровненько, поснимем. Чтобы без вот этих штучек. Без этих это каких? Нет, нет. Да не надо много, зачем? Я в шоке. Звезда в шоке. Как же так? Почему не намазали на все бутерброды? Просто вопрос. Потому что вдруг это чисто к чаю. Кто не любит икру? Кто не любит икру? Попросили сделать мои шкарики. Что ты? Не люблю икру. Понял. Вопросов нет. Значит тексту намазали 5 бутербродов. Мне с сыром. Каша кому? Кто не обкашанная ещё? Я ещё не обкрашаю. Приятного аппетита, Александр. Спасибо. Игоревич. Точно, можно же. Икра, да? Икра? Икра? Кубличная? Да. Очень вкусная. Как дома, как бабушкина. Я думаю, почему икру не везде положили. Оказалось, что кто-то с сыром ест, кто-то с джемом. Ребята, официальная часть. Сегодня 29 августа 2022 года. Вот в красивой футболке. Александр. Портал в Графляндию. Повернись там ещё. Вот там, Вить, Питер, Уфа, по рукавам. Покажи нам, Санька, пока светло там. Уссуриск, Сергеев, Посад. А с другой стороны? Советская гавань, Красноярск. Ворсма. Владивосток. Владивосток, Советская гавань. Вот здесь, если бы был Игорь Ковалёв, но его нету. Но у нас замена Дениска. Должен быть Арсенив. Дениска до последнего решал вопросы, поэтому был запасным игроком. Не потому, что мы его не позвали. Мы его звали раньше всех. Но вот он долго думает всегда. Санёчек, встаём. Снимаем майку. Вчера. Позавчера ты поймал ты Мене на 17 килограмм, да? Ну, давайте уже говорить веса в матах. В матах сколько он был вчера, позавчера который? За что тебе дали? 17-400. 17-400, да? Ваня, встаём. Снимаем майку лидера. Вчера самого большого тайменя в походе, ну, в смысле, за вчерашний день, самый был такой у нас тайменный день. Поймали много, кто кидал. Саня поймал на 19... 19-100, 19-200. С матами, да? Поэтому, Саня... Одевай майку. Одевай. На второй день подряд Саша с Питера носит футболку. Причём хочу отметить, это Рафа Сурисинима, пока не отдаёт футболку никому. Она у них-то ходит по рукам. Не правда. Не правда? А, извини, Антон. Извини. Ну, это было так Давуду оказалось, это просто капец. Санёшка, я привык, я уже привык. Флаг, флаг вручите, пожалуйста. Задал темп. Да, у нас Боря вчера поборолся. Это почти как сыр пармезан с нашего Рафа не уходит. Ну, колбаса на экране. Так, ребята, ну что хочу сказать. Где нас, Сергей Владимирович? Я здесь. Давай, команда. За нашего лидера сегодняшней гонки трёхкратный гиб-гиб! Ура! 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 Спасибо, друзья. Встаёт спонсор команды по ножам. Ха-ха-ха, да. Стоп, тебе уже дарили нож, поэтому, я думаю, вот этот прекрасный ножичек, я специально выбрал такую красивую карелочку. Красивую какую, да. И я хочу его вручить, так как у нас Борис Борисович вчера взял рекорд свой. Но был он рекордсменом буквально минус 40. Да, да, 10 минут. Поэтому, Борису Борисовичу наша трёхкратная гиб-гиб! Ура! 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 Ну, подожди. Ну, подожди. Спорная. Пожди. Сергей Сергеевич, чуть про тебя не забыл. Вот этой штукой можно убить даже не раскладывая. А если разложишь, ёшкин-мятёшкин. Адмирал-СС. Пацаны, молчи. Смотри. Несите. Кому-то всё. Это две утешительные приставы вчера ничего. Ныл-ныл-ныл-ныл. И не на ныл. И не на ныл. Где, где, куда кинуть? Хоть так пора. За самого главного нытика в походе! Сергей, натянь на конкур и ныл-ныл, не на ныл! Гиб! Ура! 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 Миша, спасибо. Так, ура! Сейчас посмотрим. Спасибо, Мишанин. Так. Ну и майку лидера я своим волевым решением предлагаю отдать Константину Золотарёву. Он был лидер вчера. У него больше всех срывалось. Он больше всех лидировал, лидировал и не вылидировал. Но я думаю, все будут рады. Потенциальный лидер сегодня. Стой. Просто интересно, как она смотрится на Костю. Не стесняйся. Давай, я... Не стесняйся, натягивай кексы. Натягивай кексу. На, кекса. Сексуальненько. Ой. Аж кубик вывалился. Как влитая сила. Ну, Сергей Владимирович. За кексов! Градский гип-гип! Ура! 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 Дрыгу станцевал. Дрыгу. Кекс, не снимай. Он идет и панул в поселок. Увидели тайменья. Прикольно. Смотри, смотри, смотри. Нет. Тихо, 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 Вань. Он на дороге пошел. Он развернулся и чуть дальше атаковал. Он атакует. Он атакует. А знаешь, что была ошибка? Он схватил же уже блесну? Нет, я ничего не сделал. Он ударил. А, ударил? Ну, он ударил, он попал. Может, если не попал. Ну, а ты не подсекал? Нет, просто спрашивай. Я не подсекал. Я держал. Я просто держал. Сейчас будет поклевка. Он идет. Идет, идет, подожди. Быстрее, быстрее, успой. Да вы не жмите. Я думаю, до этого видел. Пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Я не вижу, говорит, что быстрее меня держит. А зачем тебе смотреть? Чувствуешь поклевку? Он подходит к ней, нюхает и что-то отходит. Да. Любой поклевки причем. У меня удар был. У кого еще есть что-нибудь хорошее кинуть? Может, мышку? Надо попер кинуть. Заванкина идет. Идет, идет, идет. Смотри, иди за мисту прям. Сторожай. Идет, идет. А нет, стал. Сука. Я такого кина не видел. Говорит, такого кина не было еще. Сейчас бы взять его, вообще прикольно было. Но он старается. Видишь, он идет за блесной. Сколько? Килограмм 10, да? Ну, меньше. Это вам кажется. В воде всегда кажется меньше. Ну да, логично. Мы уже уменьшили на кажется. Что, ушел? Не видел его. Я вчера. Выклал. Не 15 лет, а 25 лет. Да, да. Первый раз он прям. Даже ты? Подходил. Сколько ходим. Такого не было. Чтобы подходил. Еще его бросали. Еще за блесной. Было, когда выскакивал. Артист. Артист. Да, артист. Более того, он даже за блеснами ходил. Пытался нюхать, атаковать даже. Но не атаковать. Ну, один раз только. А так. А так? Это вызывает. Заманивает. Сколько, сколько. Оторвать что-то такое. Суета, посуда какая-то. Гремят, шумят. Подходит таймень, зараза. Посуду моют, за спиной таймень плывет. Вообще обалдеть. На кишки на эти. На ягодицы уходи. Вообще кайф. Не пускай оторвал, как это эмоции реально. Таймень не окружают, ребята. Опасная ситуация. Маленький, смотри. А вон леночек подошел к еде. Сейчас прям в область на. Ударил, и. Что творится здесь, вертушку надо? Я думаю, это таймешонок маленький, Сереж. Нет, нет. Как там разберешься, что ли? Ну, он тоже стукнул. Вертушку поставьте где-то четверочку, пятерочку. Он возьмет сейчас. Вон идет, идет за блесной идет. Он тормозит, там мелко очень. Он тормозит, а она ложится. Попробуй. Вон он. Вон он стоит. Вот, сейчас. Сейчас, ничего не. Сейчас, тут, вот. Срежет. 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 Дальтоник какой-то. Чего реагирует? Знаешь, челезный, дешеветчик? Да, он, кстати, он и подходил к этому обозранному леночек. Пошел, пошел, пошел. Хило, 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 лишь мелко. Хило и серьезно. Хило. Пошел, пошел, пошел И отходит Ну реагирует, ну понимаешь Ну медь нужна больше, чем этот Ленок, ленок Пошел, пошел, пошел А здесь никто на мыши не кидал Интересно вспомнит про рацию или нет Вот весло приготовил Возьмут не возьмут Всегда когда подымается солнце Надо рафты опускать в воду Потому что жара Воздух расширяется в баллонах И может порваться, лопнуть Поэтому надо быть всегда Повнимательней Тихо-тихо, подожди, подожди Виталя, Виталя, тихо Виталя, иди сюда Они сейчас придут Они сейчас придут Вы слышали, что они сказали Все есть А теперь возвращайтесь В весло И главного радиста сюда А это наше Ну Сейчас тогда будет Немножко радиста Куда они уходят? Они забыли рацию Еще спросили Все взяли Все взяли Я им говорю Рацию взяли Все взяли Не надо Не надо ему давать Не, не, не Это вот она У Сури Синева Ваш Радиста Радиста Приведите Почему ты не взял рацию? Потому что всегда Я их подавал Ты перед отходом У нас человек Забыл рацию А это наша безопасность Александр Прошу вас Царя бьет Пенку снимай Наглоняйся А что, с пенкой можно? Ах Можно еще раз Что-нибудь забыть Дениска, смотри Спрятался Денис, ты тоже Давай, следующий 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 Вы команда Или что? Ааа Конечно Да вас сразу Уводят Вы что? Идите обратно Вы что? Загуляли Дениска Дениска Никакого Дениска Дениска Вообще Ни при чем Да? Да Ну ладно Там у нас Другой Все Вы все Отлоплены были давно Если бы так работало 29 августа Сегодня мы в гостях У РАФТА Глав Рыба Давайте познакомимся с экипажем Давайте Запомните, что вы в гостях все-таки Владимир Город Главное вы не забывайте, что вы в гостях Владимир Красноярск Ни хрена не поймал за весь сплав Вон, 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 вон Таймень Таймень, вон, вон, вон Кидайте Вон туда иди кидай Вверх Крещение Он стоял или вышел? Вышел на мою блесну Соответственно Эдуард Город Утсуристск Я с администрацией Извините Так что я могу Сотрудничать с администрацией Ну покажи повязочку На камеру Дежурный по лагерному сбору Этот хозяин назначил Константин Золотарев Сергей Малахов Ну и кто меня забыл Вот это я Сережа из Уссуристка Что не рожа, то все рожа Родился я Ни рожи, ни кожи Мне так и назвали все Сережа Таких у нас в команде трое Из Паши один Забыл Сережа Сережа, ну что ты Ну все же уже знают Не было Серулька Он был Серунчик Серунчик он Он стесняется камеры Первые три дня Походу Приветствую вас Пацаны Хорошей рыбалки Муть Муть Видишь идет с реки Там где-то он держится Интересный эффект Вот качается Ветра вообще нет А вот адвис качает И листья летят И пацанов воронку засасывает Антон в главной роли В главной роли Вот тот палец Вот у нас день А ты можешь его вот сюда Да-да-да Да-да-да-да 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 Я просто растянулся сильно Чтобы Вот что брат Он прям возлюбился Вот он Вот он Вот он Против солнца просто Да-да Палка такая А здесь Здесь мы видим Ну десяточка Точно? Нет Десяточка Десяточка Хотя так непонятно Сейчас все будет быстро Весь перекрутился Нет, брат Нет, нет, нет Возьми палку Я его лицом вперед А когда так тащишь Жабры может попасть Давай сразу Сколько он? Да я моргну Замотался 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 Тиски Хороший Хороший Идея Килограмм восемь Десятки нет Десятки нет Все родной Только не дергайся Не дергайся Не дергайся Не дергайся Дальше Да мы поставим У него жалко И все жалко Таля Принеси пожалуйста Эти кто-нибудь Типа Там глубоко Наверное просто Натяни Миша Натяни Снимай Сейчас видно будет Красиво Ну давай Бабушку заи Дедушка Ну давай Бабушку заи Дедушка Что-то есть Что-то есть Эдуард Николаевич Ну что там у тебя Опять рыба Ленок опять Ну давай А то я давно камеру не брал Надо хоть зрителям показать Что глав рыбе тоже будет А ты можешь его быстро вытащить? Просто тут хочется и мне покидать Скоро щука Споришь что не щука? Требешонок маленький Ну не ленок Я ставлю на большого ленка Не ленок Требешонок небольшой Требешонок Я на требешонок Небольшой требешонок Во Гука Большой требешонок Маленький На причале вот требешонок Красавчик Требешонок по плавнику не видишь что ли Верхний плавник сразу же видит ну килограмма полтора до я шучу хотел эдика послушать четверочка нравится . четыре килограммы до 4 нет трешка ну давай эдику 4 дадим ну какая трешка больше трешки сто процентов ну какие четыре ну больше трешки сто процентов трешка антрешки нету даже чуть и жалко эдику дать 4 дар николаевич здравствуйте 1 таймень за сегодняшний день первая рыба даже можно сказать да не можно сказать такого сказал первые пойдем будем ловить эти говорю заработаем идешь первую пассажир едет пассажир такой же как у эдика до 800 грамм эти годы пятерку смело давал до воду эдика таймень такими питается если чё у нас таймень таймень вова поймал красноярский поймал таймень сейчас будем взвешивать 800 грамм и чужого не надо взвесили глазами кило 800 у сергея владимирович поклевка покажи красавчик вынимая крючок и отпускай и рыбка пошла в свою стихию молодец детс как мало щучка ой ну хорошая я почти к нему не грубаюсь килограмм 5 наверное пятерок смело а где взял а вон туда налево по смотру последний рывок ухухухуха красиво она устала уже я думал ее вытаскивает сейчас отпустим роднуля а тут каково ну щукач я там вижу сиговые сквески такие тык 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 туда прям сразу ну хорошая щучка щучку сильно крупную в прошлом году вот на той речке до которой мы должны дойти килограмм на десять поймал Ну тоже один пошел вечером, не взвешивал, ну большая была, там вообще монополь какой-то. На глаза говорят брать только когда забираешь, да, так не надо за глаза брать. Да. Так, или как ты ее видишь, она здоровая. Сейчас, палку чтоб не сломала. А она там, видишь, висит вообще на сопельке буквально. Ну, толсточек возьмешь. Возьми на палку. Вот такая вот, с половины чтоб ключок у меня не вошел. Вот моя лучушка. Фотографируешь? Нет, я видео снимаю, но потом будет. Потом я отпущу, сейчас даже не буду. Вот, если получится. Сейчас фотку. У Сергея Владимировича поклевочка на выходе. Причем не с той стороны, в которую он верил, а куда мы заставляли его кидать. Да нет, Сереж? Ну так. Таймень. Да, перематывай, перематывай, перехватывай. Таймень. Серега. Давай в эту сторону аккуратненько спиннивать, переводи к нам. Весь. Ты у тебя не поколений, бедняка. Давай, Сереж. Давай, как пожар взойдет. Не надо этого делать. Все дома. Дома. Надо, чтобы приехал. Умничка. Сережа. Эй, гей, 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 гей. Сергей, гей, гей, гей. Бабушка не просто приехала, а бабушка еще ловит рыбу. Про геев не надо. Серега, смотри, аккуратней тройниками, чтобы он не выпил нам раз. Водки, да? Да. Слушай, ну это десяточка? Нет. Нет. Такой же, как у меня примерно. Нет. Семь-восемь? Восемь не будет. Восемь не будет, да. Девять. Шесть-семь, говорю. Сколько? Шесть-семь. А я хитро скажу, точно меньше девяти. Да. Денчик, на пятьку. Легко. Все. Секунду. Внимание. Ты говоришь шесть-семь, семь. Денис говорит девять. Ага. К чему результату ближе тот выиграл? Сейчас, секунду, рыбу освободим и продолжим съемку. Пять, шесть, семь. Семь. Семь и два. Гадюка. Тихо-тихо, только этот карцанги и блесну, Вань, там. Да блесну наплевать уже. Блесна свое дело сделала. Итак. Надо аккуратно выпустить. Констатируем факт. Денис проиграл пять в Куване. Да. Но не сейчас. Вот небольшую щучку Миша зацепил. Готово. Готово. Да, положи ее в воду пока. Если она там побесится и попсак не порвала. Такое вот красивое место. Рассказывай, Серёга. Да? Что рассказывать? Анекдот. Ты сказал, анекдот. Я не забыл. Забыл, да? Не. Не забыл. Там смысл такой. Мужик уезжает в командировку и другу что-то говорит. Жена умерла. Ура! 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 Я говорю, что жена умерла. Телеграмма ответственный слет. Напишите, когда похороны, блин. А то, который отправлял друг, пишет. Когда похороны, я не знаю, но доступ в тело не продолжается. Что это такое? Так. Поверни, пожалуйста, сюда рыбу. Миша, 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 ты дома не куришь? Ну нормально. Я потом это запикаем, что ты дома не куришь. Ага. А знаешь, что интересно? Это второй заброс и вторая щучка. Как красиво, а пацаны. Просто капец. Какая красота. Пожары, конечно, портят этот видон. Нет, даже придает какой-то, этот, декартность. Мне очень нравится. Смотри, смотри, смотри! Смотри, сейчас возьмет! Ленок большой такой, два раза выходил. По-моему, два было прибыли. Но я ленка одного точно не видел. Вон он, вон он, сука! Второй подошел. Я говорю, два рыбы там было. Кекс его ловит как-то это. Красавчик. Прикольно. Пацаны, сейчас пойдете, там будет горельник справа. Крутая коса. И там, короче, на кекс заблесну выходило два огромных, огромных ленка по полтора килограмма. Сука! Полтора. А по сколько? По два. Да по два как минимум. Да, хорошо. Два по два. Два по два где-то сказали. Ну, это вот четыре. Кекс сегодня рекордсмен по ленкаму. Поклевку у Вани. Какой таймень. Ребята! Ванечка! Ловите щуку! Красотка, смотрите какая! Неземная. Неписанная. Неписанной красоты. Девочка. Ой, иди ко мне. Иди ко мне, моя радость. Оу! Ваня! Аккуратней, они очень зубашливаются. Да? Смотри, как красота, Санечка. Лежая, да? Да. Исполием. Что, шучку отпустили? Щучка, щучка! Щучка, щучка, щучка! Видели какая щучка была? Просто была мечта, потому что он всю жизнь рыбачил на реках, где не было щуки. Никогда. Мечты сбываются. И не сбываются. А я бы. А всё хорошее. И есть мечта! Понимаю, как за рот вот так, раз, и он вот так делает. Ни разу не ловил, но фотографироваться с ним, как знаю. В кино видел, как надо взять окуне, чтобы он был красивый. Да, Даня? Девятнадцать. Двадцать. Поклевочка. Огромная щука. Санечка, вот эту бы я взвесил бы. Оно под десяточку. Честно сказать, она прям под десятку. Щука реально под десятку. Не меньше. Санек, давай взвесим? Я думаю, она может подсактит и подастся, товарищи. Это просто монстр. Да, просто подсактит с вашей стороны, ребятки. Это серьёзно, прям большая щука. Санек. 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 Давай, Вань, Ши. Приподуми. Она аккуратно угол. Да, надо просто дать подсак. Санек. Не обязательно чего делать? Цеплять блесную. А что надо делать? Наверху её оставь. Просто у тюльпана и всё. Не просто. Давай, давай, Денис. Хорошая. Очень хорошая щука такая. Ну давай. Я думаю, 8 дней точно есть. Возвешиваем щуку. Почти 9 килограмм. Видим? Она какая жирная. Всяточку. Давай, дамочка. Проходи, пожалуйста. Плодись. И будь счастливой. Вообще-то. Пошла эта торпеда. Санечка, что нужно сказать? У Вани рыба. Сань, можно вон туда подъехать? Нам надо мотор завести. Можно в это водить? Не заводим. Не заводим. Можно вон туда? Нам мотор не нужен. Мы снимаем видео. Я подсел. Как не нужен, Сань? Нам надо выйти. Давай на вес уходи. Давайте. Вань, отнись. Вань, так нельзя. Не надо мотор было заводить. Вань, так нельзя. Иван Викторович, ну сейчас немножко эмоции вас опустили. Что произошло? Вот. драчу ванку викторич полдня одну и ту же блесну и тут случилось чудо а поклевка у ивана и как у верблюда простите сэр не мог сдержаться своих слов не говоря не ну а серьезно у тебя вторая уже поклевка когда сход я думаю до этого было все в порядке сегодня дело в асистах ладно вань смотри на меня не расстраивайся мы еще ленка поймаем сергей владимирович очередная поклевочка далеко взялся прям вот прям глубоко аккуратно ничего все будет в порядке сереж карцанги у тебя не вынимай так дэнчик они под рукой у сережи кинова ты ты меньше килограмм на наверное на 5 отпускаем сразу в воде ну скажи приятно отпускать рыбу закончить чтоб начать конечно молодец вот товарищем хотим отправить они в первый раз жизни купил на алиэкспресс сбрасыватель груза заправляем немножко самогон очки вяленых помидорчиков закусочки хлебушек тут короче вот заводим сами не знаю пытаемся может сами сидим может полетит нифига себе занимается делай хоть что-нибудь полезно да если б я тебе мы погрузимся вертолет через горы уйдем в полет нас пропустит хребет седой но тебя мы возьмем с собой и палатки стоят в рядок и трещит в тиши костерок брошу в чай из трав сахарок закипит ухи котелок таганок ты мой таганок без тебя я так одинок растопи ты мою печаль приготовь мне горячий чай приполярный старик урал станового хребта оскал путоранских плотов гроза и байкальской воды слеза таганок ты мог таганок ты меня vidia н и и и Растопи ты мою печаль, Приготовь мне горячий чай Таганок ты мой, таганок, Без тебя я так одинок Растопи ты мою печаль, Приготовь мне горячий чай Если в карту воткнул флажок, Если в сердце огонь зажжет Мы готовы идти в поход, Так бывает один раз в год Разрывается телефон, Нам на месяц не нужен он У подъезда стоит рюкзак, Жизнь подброшена вверх питом Таганок ты мой, таганок, Без тебя я так одинок Растопи ты мою печаль, Приготовь мне горячий чай Таганок ты мой, таганок, Без тебя я так одинок Растопи ты мою печаль, Приготовь мне горячий чай Ну вот, стрими Давайте Все, вставайте, пожалуйста, Ну и с вами тогда У нас один человек немножко откололся, Но он скоро будет Неофициальная командировка Вову, отпусти до форта, да, подойдем, да? Пока опасно. Вову, во многих контракт и земли. Товарищи из командировки. Я поздравляю тебя, сын мой, сисие зелье, сладострастия и прелюбододеяния. Ты что, снимаешь, что ли? Так, братцы мои, славяне, прошу вас испить из чары волшебной. Вот, вот, вот он сам слова знает. На колено преклоненные. Господи. Каемся. Грешны. Могли. Не один раз. Включаем не одних. А целых пять. Готов за сандалий тебе пендаля, пока ты суп не поставил варить. Константин, вы можете уговаривать. Умейте, умейте. Спасибо. Ты должен был ответить. Да, шеф. Ждали вас как богов. Спасибо, о боге нашей земли. Весточка от вас была. Спешите. Это был благовест. Троекратное спасибо, спасибо, спасибо. Ура! Святые вы наши. Ребятки, а рыбки у вас нету купить, а? Сергей Анатольевич, по-моему, они бухали, да? Немножко. Видно, что немножко, совсем чуть-чуть для кино, чтобы настроение поднялось. Красавцы. Красавцы. И быстрей, 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 быстрей. Со звездой Голливуда. Ну Вова! Вова! Держи его за штаны! Да растягивай! Саня, неправильно хвост держишь! Неправильно хвост держишь! Эдик, Эдик, иди с той стороны! Эдик, ну иди сюда. Иди к нам, иди в кадр. Я не такой, не такой. Таймень на 76 килограмм. Вот первым блюдом у нас сегодня салаты мы не считаем... Никто не слушает, всем по барабану. Я слушаю внимательно, записываю каждое слово. Первым блюдом у нас сегодня я такого не ел ни разу. Ты наливай просто. Кто-нибудь сырную уху когда-нибудь кушал? Сырный суп называется? Нет. Сырная уха? Да. Кекс? Наверное, да. Можешь помолчать? Молчу. Я попробовал буквально пол-ложечки. Вот вкус вообще я такого не ел. Я не знаю, вкусно это или нет. Давайте пробовать. Хотелось бы поднять наши бокалы за вкуснейшую уху, которую в жизни не ел вкуснее. Действительно. Очень прям пипец как вкусно. Пальчики оближешь. Зашло. И не только пальчики. Так что давайте наше... Пускай мужики поручим. Владлен Геннадьевич, к мужикам твой рецепт зашел. Владлен Геннадьевич Сахалин. Отлично. Это сахалинская уха, да? Да, попросил сделать по его рецепту. Я сделал. Мужикам понравилось. Всем понравилось. Владлен. Спасибо. Владлен, спасибо. Уха вкусная. Уха вкусная. Уха вкусная. Металлическая. Вот они вот. По плану так. У нас таежный ресторан. У нас тут посудомоечных машин нет. Поэтому, если ты готов кушать второе, ты скажи, что ты готов. А ты не готов еще. Понимаешь? Я сказал, за пять минут ему сказать. Что такие борзые? Найди лучше тут. А ты сходи поторгуйся. Владлен, а как ваш ресторан называется? Переименовали вроде недавно? Я слышал, но новое название. Красная площадь 9, а? В очередь, сукины дети. В очередь. Индивидуальное блюдо каждого изготавливаем. Поэтому вы прослушайте весь список и выберите что-то одно. Перловка с говядиной. Понимаешь, что звучит не очень, но вкус обалденный. Цыпленок с овощами по-мексикански. Лоспи с говядиной. Курица с ананасами в кисло-сладком соусе. Окорочок, цыпленка, ножка на дорожку. Курица с ананасами в кисло-сладком соусе. Индийка с тыквой. Перловка с говядиной. Говядина, чили, конкари. Печень говяжья с гречей. Курино-крылочки по-тайски. Третью позицию, пожалуйста. Цыпленок с овощами по-мексикански пометь. Нет, или плохо с говядиной. А курица с ананасом? Да, с ананасом в кисло-сладком соусе. Отметь. А пастри из них какое? Ну, это по-тайски, чили готовые. Курино-крылочки все это могут. Нет, наверное, я думаю, что по-острее. Это говядина, чили, конкари. А ну. Отлично. Пойдет? Все, молодец. Ты отмечая то, что заказали уже, что мы это... Потому что по... Конечно. На каждом заказ персональный. Персональный заказ. У нас ресторанная тема сегодня. Да. Демку задал. Давайте за ресторан Таёжный. За его администратора. За шахповара. У нас есть добавка риса. Если риса вам не хватает... Реально ребра. Если вам не хватает риса, мы можем вам добавить его. Не обманули? А у меня там про Горния не спрашивают, да? Если только... Что у тебя? Они не обманули, и я успел заказать. В список еще был Лин. И все остальное... Вон первая звезда валась. Кто знает, какая это планета? Венера. Или Марс. Нет, Венера, нет. Иван, вы что заказывали? Жаркую. Это что? Это жаркую. Это песня. Сергей Сергеевич, будьте любезны откушать. Ананасы там есть. Хотите верьте, хотите нет. Ковыряйтесь. Борис, Борисыч. Да? Возьмите, пожалуйста. У вас заказ. Извините за опоздание, пожалуйста. Смотрите по рюмчику. Вок с рисом и овощами. А это что заказывали? Вок. Как? Вок. Вок с рисом и овощами. Странное слово, но похоже. Странное слово, да? Это загадка. Они даже меня развели. Вы вам изкушать? Изволите. Изволю. Изволю. А как у меня блюдо называлось? Что ты с ананасами у тебя? Сереж, что заказал ты и получил? Можно узнать, как мой заказ звучит? Правда? Да. Я не помню точно, что у меня по мексикански. Я не помню. Что там я кушаю? У нас нету... Сереж, у нас нету двух одинаковых блюд в нашем ресторане. Все разное. Вот молодец. Как в ресторане, Саш? Молодец. Ты бы сказал мне, что ты макарон хочешь, а? Наливай что-нибудь. Да что ты скажешь? Сань. Он ничего не может сказать. Он ничего не может сказать. Он не говорит не может. Он только может, как Макар. Ммм, мм, мм, ммм. Что ты скажешь? Так, что на что? Все уже, ничего не делается. Бори сердимся. Я представлял себе это немножко по-другому. Официант! Позови не шеф-повара, да? Выглядит, честно говоря, не очень. Ну, сытно. Вы знаете, ну это наверняка вкусно, но я ждал немножко длинную подачу. Вань, 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 вань. Попробуй. В Мексике все такое, как выглядит. Да, да. Слушай, а может быть мои представления просто, ну другие, а блюдо такое и есть? Оф, нет. Это цыпленок по-мексикански. Знаменитый смысл. Мне кажется, что-то перепутали. Цыплята тут в тайге нежирная. Мне кажется, самое вкусное блюдо у Миши. Я вот почему-то я подношу, я вот визуально вижу. Друзья, давайте за коэффициантов. За администратора. Хочу подчеркнуть, что сегодня на ужин было изготовлено в конечном итоге 16 блюд. А можно добавить? Блюдей. Да. Вам давать. И сводить нашу Лифуковскую, Мишеленовскую звезду. Опять девят. Это было просто потрясающе. 16 блюд? Да. Молодцы. Ну что, все наелись? Все спокойной ночи. Посидели у костра, в карты поиграли и спать. Мафия просыпается. Мафия просыпается. Ребята, вот здесь, пока мы вас ждали, четыре раза выворачивался таймень. Четыре раза. Вот. Поэтому, кто хочет все же помышачить, хоть раз. Рекомендую. Таймень тут выворачивался четыре раза. Вот тут у нас ужин. Оп, ну вот такая прям. Потом прям классический, знаешь, так. Такой удар. Подержал. И вот, обрезала прям. Прям обрезала. У нее туда пасть глубоко заскочила. А ты видел, что это щука? Да, прям видел. Я ее подтянул к берегу уже. А, наверное, в багаж, да? Она боком, да, только чик. Все срезала. Прям срезала, щучка хорошая была. Большая, нет, примерно? Ну, такая, ковырам, четыре-пять. Хорошая щучка. Просто, ну, это редкость, чтобы она ночью клевала на самом деле. Ну, прям ударил, во-первых, причем по классике, как Lenovo, как-то имей, знаешь, так, ля-тен. Замедлил, потом тык-тык-тык-тык-тык-тык-тул. И удар тут же. Все, подтянул. И прям, как будто бы ножами, так. И все. До свидания. Он капитан, и родина его, Марсель. Он обожает вскоры шум и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший тень. И любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках, У ней татуированные знаки. И вечерами джигу в кабаках Танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, А губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь И любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, И шелковую блузку цвета хаки, И пылкую, и страстную любовь Везет там девушке из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, И он узнал, что джентльмен во фраке. Однажды, накурившись в гашишах, Зарезал девушку из Нагасаки. Как в ней такая маленькая грудь, А губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь И любит девушку из Нагасаки. И в дикий шторм, когда ревет гроза, И в тихие часы на полубаке Он вспоминает карие глаза И бредит девушкой из Нагасаки. А в том, как вспоминает Иркины глаза, И бредит девушкой из Нагасаки. Колч вспоминает галкины глаза, Но бредит девушкой из Нагасаки. Так и есть. Молодец. Тридцатая. Пацаны, предпоследний день лета. Предпоследний. У нас, если все пойдет по плану, У нас три дня осталось на этой прекрасной реке. И на четвертый день мы должны, к сожалению, улетать. А сейчас лучшие в мире дежурные. Самые скромные. Самые скромные. Самые утонченные и прочувствованные. Предложат вам маленькое скромное меню. Тушеные котлетки по... Якутски. Якутски. По февральски. Да, по февральски. По якутски. Пусть припусть. Все, работать надо? Вот не дают. Уважаемые телезрители, Не дают мне с вами поговорить. Опять зовут работать. До свидания. А Петрович что говорил? Тут не рыбачат. Тут только работают и бухают. Садился в эйфории. Петрович сейчас, наверное, опять икота напала. Сядь бы. Просто зрители, кто-нибудь сначала смотрит фильм, Думают, почему Петрович, что Петрович. Расскажи мне, чтобы зрители против солнца не было. Почему, Петрович, почему только бухать и работать? Потому что есть такой персонаж из Караганды. Он был в июне на нашем сплаве. Такой замечательный, веселый, юморной человек. А почему работать и бухать? Когда он узнал, что ты поедешь с лифуками. Ну да, он, наверное, посмотрел фильмы. И сделал выводы. Он говорит, Мишаня, Мишаня. 18 августа ты увидишь лифуков, Мишаня. Познакомишься благовечески с лифуками, Мишаня. Мишаня. Ну ты, конечно, ну там, Атам сказал. Сильный человек. Ну ты, Мишаня, понимаешь, что ты там, это, вырбачить не будешь, Мишаня. Мишаня, ты нам будешь только бухать и работать, Мишаня. Ты посмотри на Вовку, Мишаня. Это же мой любимый персонаж, Вовка. Вот такие красоярцы. Ну видно же, что он родился в эйфории. Ну а дальше не будет. Не, мы можем это, на... Хоп, звук включить, сообщение. Что? Сообщение включить в эфир. А, в эфир? А, ну можно. Не, он разрешил. Котлетки. Только что пожаренные из длинночка. Котлетки рубленые из длинночка. Предложили нам с утра. Все хотят макароны. На ужин, на завтрак. А кормят нас всякой фигнёй. А люди хотят макароны. Понимаешь? Тупо макарон с тушёнкой. Вот перед тобой тарелку ставишь, и ты сидишь с закрытыми глазами. Думаешь, сейчас открою глаза, там макароны с тушёнкой. Открываешь глаза, там опять текст что-то там. Надо масло. Повторяю ещё раз, гречка ещё есть. Давай, давай, давай. Работай, работай, не отвлекайся. Это прикольный этот соус. Попробуй, Миша. Вообще отличный. Такой вкус интересный. Я в чисто тайской теме. Друзья, предлагается поднять бокалы этим прекрасным утром за наших самых... Как это слово-то подобрать, даже не знаю. Ну, вчера было дежурство. Ребята предложили ресторанное меню, и каждому человеку, команде с 13 человек, каждый получил свою порцию. Мы долго думали, что в чём подвох. Подвоха не оказалось. Молодцы. Все блюда, конечно, сейчас не перечесть, их надо зачитывать, но все остались довольны. Книга отзывов и предложений будет заполнена. Я думаю, что там будут только положительные отзывы. Поэтому за этих удивительных людей трёхкратный гип-гип! Ура! 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 Я думаю, что мы зверей не видим? Вроде дикая река. Мы волков достали уже, волки воины. Эдуард Николаевич, ну презентуй новое блюдо. Как оно может быть новым, когда это блюдо уже всем давно известно. Это у нас копчёная куня. Сик копчёный. Дадим ребятам на обед, под пивко, чтобы было им вкусно, хорошо. Я думаю, они будут довольны. Надеюсь, на это. Слишком. Оконки. Песня. Уважаемые лефоки! Официальная часть! Царь! Не удержал свою футболку! Снимает царскую футболку! Портал в Грифляндию закрыт для него сегодня. Лидер, майка лидера, снимает футболку! К сожалению. Помогите! Десяток, берегите! Помогите! Как девочки снимать? Под песню такую. Лай! Стоп! Майка чемпиона команды клуба Лифу 22-го года в Якутске, в Якутии, извиняюсь, переходит неожиданно Ивану Викторовичу за его таймень 14 килограмм вчера. Ура! Молодец, Ваня! Причём у него ещё один большой шёл какой-то. Тяжёлый день. Очень трудовая рыбалка. Рыба неактивна. Под вечер у Вани поклёвка. Сто процентов таймень. Размер невидим. Это подсак. Братцы, точно таймень. Но нужен подсак. Зачем нам берег? Сергей Владимирович, продолжите съёмочку, пожалуйста. Да, потому что... Съёмочку, пожалуйста, продолжите. Ты что, сможешь подсаком работать? Снимай. Снимай, я воню. Сергей, ну кто-нибудь вонди сюда. Эх, Ванюша, ты слышишь, Ванюша? Разменяй тайменёвую страсть. Опять в корягу попал, опять стащил. Понял, и опять... Вот да. Вот да. Я могу что-то делать? Да. Денчик, молись. Чтобы он был за 22. Как он не хочет домой. Ну, так-то, Ваня-то знает, как это делается. Отсовывай уже. Нет, 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 Саль. Успел. Уже с головы. Ну, ты песен. Добейте его. Не бери, не бери, не бери. Пусть он, пускай даже сойдёт. Не бери пока. Так было и вчера. Парни, всё пропукаем. Нет. О! О! Рыбодом. У-ху! Эй, Гэй, Гэй! Е-е-е, Гэй, Гэй. Команда. Не торопились? Не торопились. Ваня, давай вот туда. Хорошенька, получай. Очень тяжёлый день рыбалки. Рыба очень неактивна. Кидали, как проклятые, целый день. Ваня закидывает в очередной раз с фразой «Не кажется, я никогда в жизни столько не кидал». «Не я буду с тобой в жизни больше не кидал». И вот оно случилось. Взвешиваем, Ванечка, подымай. 13 с половиной почти 14 килограммов. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о,-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. я уже прият я не теперь ванечка как обычно по нашей традиции будет отпускать рыбу и пошел рыбу не травмировали пока родная камень уходит в родную стихию и теперь это самый счастливый момент поймать а потом отпустить божественный пацан соединился с природой поймал рыбу отпустил ее счастлив ванечка не пизд давай 5 всегда делайте так пока чтобы не пугать и на зверей отдадим сразу майку лидера неожиданно в рафт уссури синема сергея викторовичу 4 таймень вчера поймал вот у нас неожиданные чемпионы на уссури синема передают друг другу футболки там меняются поэтому есть такое предложение если опять это завтра будет тогда официально сейчас и можно и закончить я так понимаю что у них просто запасной одежды нету стараются да поэтому викторич команда спонсор спонсор спасибо тебе точно пригодится за чемпиона трехкратный гип-гип ура 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 красавчик 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 девять часов 58 минут стартуем прав дежурный остается все убирает все проверяешь что не чтоб не забыли никак ничуть не граму личке мусора ребята ребята успехов хорошей рыбалки вам уходим красотин георгиевич будем еще для всех я взлохмачиваю эту реку а щуку взяли нет там большие прям в траве их визуально видно было вот там стадок у нее было вот внутри окуня вон она очередь вот она очередь Ну и вот на нашем борту первая рыба сегодня, и это рыба укунь. Поймал, отпусти. У нас было два тайменя по двадцатку сопровождали, до двадцатки, у нас два до сороковки, у Вани хороший сход был. Ну вот у нас рыба, ну тут постоянно ловят, пацаны сегодня хорошо ловят. Щука, щука, еще одна, вторая щука, ну таких надо три минимум, Ваня, таких три надо минимум. Три. Сейчас третью поймают. Сергей Викторович, Владимирович, смотри, когда забрасываешь, забрасываешь, да, ты катушку открываешь. Если не открывать, она далеко не летит. Забыл. А маленькая. А маленькая совсем, отпустите, куда ее? Ну да. Возьми на руку одень эти пассатижи, отпусти ее прямо в воде. У Сергея Владимирович снова ты мешок, у Вани шок, у Вани леночек. Рыба не крупная, но очень приятно, когда сразу идут товарищи и поклевки. Ванечка, отпустил ли вы уже? Сережа, аккуратней, аккуратней. Корцанки на руку одень. Слушай, ты так хотел? Сергей Владимирович. Варева. Молодчина. Понятный. А? Взял. Взял, отпустил. Да. И вот эти. Давай, Денис Владимирович. Кидай. О, Денис разговаривался. Опять, смотри, Дэн Гитл. Давай, я попробую. Иван Викторович. Парушеньков такого, леночка, подушечку. Все, у нас котлеты точно стоялись. Да? Туда щучку отпустили маленькую? Да. Котлета. Котлета. Котлетка. Ванечка. Тихо. Шоп. Надо выпить. Вот алкаши, а. Согласен? Ну, зрители, я вам скажу, как они пьют. Они называют выпить, это вот так вот, наперсочек нальют. Ну, выпивают, да, бухают. Вон один напился, второй напился. Ну, трезвые, не трезвые. Контроль тут работает. Я твое мелкое как-то видел на одной речке. 24 или 26 уже забыл. А самую мелкую мы так и не увидели. Да, да, да. А что это вы на мелкую подсак берете, а? Мы как бы привыкли. На крупную смысла нет. Всегда берем только на мелкую. Щука что ли? Она по поклевке была, потому что поклевка была опять двойная или тройная. Да вытащите ее руками, она по подсаке перепутает все. Опа. Ушла, отлично. Ушла укол. Отлично. Отлично. Давай, Денис. По обратному направлению. Расоединяй. Вот где мы сейчас идем? Щука, щука у Саши. Килограмма три, триста. Ой, три триста пятьдесят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, что там не слышно? Щука, три пятьсот, три пятьсот. Скажи, на праву, пусть покидают под берег с плачкой? Под берегом, под берегом. Еще одну щупу Ваня держит. Хороший заливчик под щуки. Но это не заливчик, а такой кармашек. Санька, на руку надень эту цеплялку. Да зачем она вам нужна в подсеке? Мы отпустим просто леночка. А, в ленках хотите поменять щуку? Да, уже поменяли. Сань, выпуска ленка. Ну есть и щучек от лета, то щучек от лета, правильно? Вот, пускай не останавливается, Серега. Кидай там щуки по рыбе. Идете прям по щуке, идете прям по щуке. Лишнюю рыбу не берем. Котлет по щуке, значит и щуки. Сергей Владимирович, уважаемый человек, командуйте. Сергей Анатольевич только что взял маленького тайменя до 10 килограмм на 8500. Мы его все поздравляем и от рафта. Трехкратный гиб-гиб. Ура! 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 Они говорят, гусика бы еще нам на ужин. Гуси улетели на юг. Сережа, за тебя! Вот он, последствия пожара видим. Все черное. А там вот что дальше, там вообще все попадало. Вот еще возле речки как-то деревья сохранились, а там все лежит. Ну что, вот рыбалка такая у нас. Стали на обед, на косе. Маленький костерок. Такие вот делаем как в детстве. Шашлыки. Черный хлеб. Сало. Обжаривается. Ну и конечно под стопочку. Чего уж там. Всем хорошего дня и настроения. Да, очень хорошо. Мы сидим, вспоминаем свое детство. Мы уже не совсем молодые ребята, но вспоминаем детство и смотрим, какая у нас страна. Все-таки. Залетели за тысячу верст. Никого рядом, нигде нет. Вот сидим на речке, на которой, на дикой речке, на которую ловятся большие рыбы. Вспоминаю все это. Ну, просто хорошо. Просто хорошо. Красиво, блин, однако. Да? Да. Просто красиво. У Вани покрытие. Прямо на яме. Вон еще один таймень ходит. Рядом. Прямо вот он. Вон еще один стоит. Рядом. Всегда отпускайте рыбу. Ребята. Ну, вот очередной окунь у меня. Второй. Не спиши. Дубльного. Ну, сорвись, сорвись. Пусть поражут. Вот так вот. Сошел, сука. Сошел? Я видел эту рыбу. Я же говорю, подсакал, но он еле висел. Ну, все, можно наливать уже. Не, я не пью. Разрыгался. Я ж не поймал его, я не коснулся. Я только что удвоил по результату. Вообще, я говорю, тебе беру рыбу. Кто-то будет семья? Все, что ли, Миша? Кидай меня, Миша, кидай. Да нет, надо это. Я ее пока... Миша, мы, блин, полчаса эту рыбу ели, говорит. Видимо, вкусная. Вы закусили уже. Да, что ли. Привал. 30 августа сегодня, да, у нас? Вот, не важно. Горя, Горя. Я сейчас кину это. Рыба, рыба. Я вам говорил, он тут живет. Что, на дно лёг, что ли? Поднял. Хороший. Все, молчил. Хороший. Калангисты раздеваются. Пацак, собери, Вань. Может, рыба? Может, рыба? Может, через деревья тащишь эту рыбу? Это дерево, Денис. То есть, ветки на ветку. Ну, это не рыба, Денис. Не рыба. Мы бы уже услышали отдачу. Чтоб не снять обратку. Она просто по ветке гоняет блесну. Да, Денис-ка, развел ты нас. Не, была поклёвка. Это была через ветку. Подожди, может, снимет еще, как у тебя, Вань. Может, за бревно зацепилось, стал. Ну, это не рыба. Это не рыба. Правда, вверх по лечению тащит. Так что, подъедем? Ну, давай, подъедем. Ну, это не рыба. Отцепляем. Это не рыба. Главное, просек, Денис. Остальное мелочь. Она бывает через кору так проходит. Знаешь, с ветки на ветку. Или ветка там загибается. Вань, вперед еще. Вперед. Не-не-не, через пиньки не ломай. Да, напрямую. Ванечка, ну, чтобы меня слежка. Ну, короче, это зацеп. Все, выключаюсь. Улетаем от дождя. Прям гонится за нами. Стена от дождя с радугой. Наши пацаны. Просто быстренько валим. Что-то не хочется мокнуть. Удручающий пейзаж. Горело. А вот теперь мы закусились. А здесь не горело. Я думаю, что щук по поведению. Небольшой, но таймень. Небольшой, но таймень. Сороковой. Был. Слышал, он тебя с травой схватил, дай эту плесну. Трава у тебя была, потому что. Он стоял в траве, похоже. Килограмм на 18. Килограмм на 4, давай, максимум. Ну, ты ж рыбак. Поверь, мечту. Борис Байгусыч. Он туда в двумя ножки доходил. Раз доброго. Ну, вот, вот видите, это вот мы возьмем по троту. Каймали два шлюки. Эй, больно. 30 августа дневной переход составил 23 километра по воде. Скоро здесь будет стоять прекрасный палаточный городок. Первым делом, обратите внимание, поставили веселки, прикрутили резиночкой, поставили спиннинги, разгрузили быстренько рафт. Раз, разгружается на раз, два, три. Такой хорошей командой. Но команда, это сегодня футболочки свои профукала. Но у нас есть достойный, достойный кандидат под именем Виталя. Как он там ловил, там Борис Борисович придет, расскажет. Там это какое-то у них шоу было. Правда, на камеру не сняли, но шоу было. Пошел в лес посмотреть грибы, увидел глухаря. Вообще не боится. На пять метров подпустил. Пойду попробую снять видео. и сегодня убежал. Он людей ни разу не видел, поэтому подпустил очень близко. Вот так вот я шел, шел. Какой лес красивый. Вот шапка моя, он тут улазил. Шапку снимаем. Вот здесь он лазил. Кушал на земле и сидел. Вон он, вон он. О, какой здоровый. Там их два. Мальчик и девочка. От меня в пяти метрах. Не кусь, берега. Нет. А? Не фиром, не кусь. Ох, не. О, кто-то... А? Да. Можно даже будет купаться, да, Серега? Да. Александр уже настрогал салатик. Все по чуть-чуть. Серега. Кто-то там пилит. Ну что он там может пилить? Дрова, конечно. Иван что-то уже жарит. Дениса сделает щуку. Да. На котлетке. Ножом. Не куси. Пилевичка. Чистое филе. Без костничек. Без шкурки. Молодец. Работа. Кипит. Ну что там, Серега, кипит? Давно уже. А какая красота. И двойная радуга, если приглядеться. Сейчас на радужник пойдет. Ну пока. Санька, там салатик, если что подстрахуешь. А тут вот. Они по дождю попали. Котлетки рубленые со щуки. Рецепт. Рецепт я быстро расскажу. Килограмм щуки, килограмм сала, килограмм лука. Все это смешиваешь. Яичко. Но самое главное, если хотите вкусней котлеты, что? Не добавляйте щуки. Песня. Красотулечка. Котлетулечка. Каждому по шесть. Ну это же счастье, да? Посмотри как вокруг. Люди какие. Природа. Дикие птички гуляют. Постараться и природиться на благо команды это кайф. Чтобы люди пришли, остались сытыми, остались довольными. И сохранили свои впечатления с сегодняшнего дня. А у кого-то они сегодня будут. Будут, будут. Слава Виталя, на двоцаточку. Первый раз поехал с нами и сразу двоцаточка. Так, вот уже заготовочки. Сюда прихожу на первую сторону. Тут лучок, поджарочка. Котлетки, котлетки. Котлетки, котлетки. Котлетки, котлетки. Денис, Денис. Приехал рафт глав рыба. Разгружается. По четыре. Обалдеть. Обалдеть. Подходит рафт чемпионов. Добрый вечер. Добрый вечер. Нам будет грузиться завтра. Давай, давай. Поздравляю с первой двадцаткой. Это клубка Мишатников. Это серьезная заявка. Тут в России многие двадцатку не знают. Сегодня получилось так, что я стал чемпионом мира по ворону Каймени. Под водой. По подводной рыбалке. По подводной рыбалке. Получилось интересно. Мы губасили до обеда, не переставая. А потом у нас... Наступило время обеда. Мы решили больше не рвать себя. Покойно встали, пообедали. На обед у нас были стежки копченые. Окуня. Окуня. Вот такого размера. Вот такого размера. Доктор Бак чуть превозритель. Вот. И буквально здесь, после обеда, пришла поклевка. Вытаскивали. Причем вышли последние. Да, последние. Вышли последние. Рыба вначале проявила себя не особо, а потом поперла. Выдрала меня из лодки. Я свалился за борт. Но на самом деле причина была в том, что зацепилась нога. Я упал. И у меня вот так вот... Руки вверх держали таймени. А я был полностью в воде. Глубина была по поясу. Так я споткнулся. Я стоял на коленях. И тогда нужно было заснять это видео. Это был бы интересный кадр. Вынув из-под воды, мы дружно ржались. Секунд тридцать не могли ничего делать. Весь раф лежал со смешком. Но в итоге командными усилиями получился хороший вентар. Выварился нахуй. Вон, вон, вон. Ты вот так подходи. Виталий окунулся с головой. Сука. Тихо, тихо, тихо. Не пяй. Не пяй, не пяй. Я не пяй. Слабину нельзя давать. Слабину не давать. Слабину не давать. Ага, вот так. Вот так беженьки не делай. Ну как, искупался? Да. Там хорошее, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. У меня при поклёвке выкинуло запах. Слабину не давать. А? Слабину не давать. Да я не даю, не даю. Но я и форсировать не буду. Он слой, он не хочет этот. Он не вялый. Я стою. Я стою. Антон, что делаем? Не форсируем, да? Просто держим? Просто держи. Итак, это крупный таймень для тебя. Не надо его сейчас пока тянуть. Вместо хорошее, держи. Антон, а для тебя. А у меня крупный таймень только что нырнул сразу. Да. Не дергай. Вот это поклёвка. Всё, постоим. Постоим? Лучше на 5 минут дольше мы его вытаскиваем, зато вытащим. Я сегодня вообще никуда не тороплюсь. Я просто слабину выбираю и всё. Да, хорошо. И надо ему дать немножко ослабить, наверное. Он вверху, да? На течении, да? Всё, всё, всё. Больше не поднимай. Может быть, расслабься он чуть-чуть. Я расслабил чуть-чуть только что как раз. Интуитивно. Немножко. Мы его обновим. Пускайка на меня. Нет. Это не дайка. Я ничего не делаю. Хорош таймень, ребят. Хорош. Я просто держу. У меня прям видит. Два за мной меня смотрят. Дома, дома, дома. Ха-хау. это 20 дней не зря купался давай не зря купался вот это нормально 20 сколько сматом сматом 20 можно сверху чуть-чуть тогда плоскость будет хорош и ты голову голову так приклонить голову к нему это же также подними его за руку подними мне правую руку все давайте отпускаем видео снимается мы его быстро вывели он должен быть чуть подальше зайди может его против течения встань между ног вот так все ногами между ног прям прижми его сжигаешь руками нужны перчатки держи перчатки чистые там его надо минимально трогать лучше перчатки у него ожоги отводят у него там слизь летает видишь он слизь весь вы его как-то болтаете это мой личный рекорд 2800 очень прикольно моего быстро-быстро обманули за 5 минут капитальный там очень интересный тамень клюнул как клинок а взяли 20 поклевка не пойму что-то небольшое и я вот вижу и такой провис влево и подтягиваешь влево я в очках вот здесь стою вот там там такая на берег молодцы так что ты там опять накрутил там золотишко уже намыл два мешочка я взял там на скале на одной немного породы завтра днем если до дождя не будет по ширку сейчас уж не буду попромываю вот мы еще немножко взяли на закопчить дай перчатки небольшие но самые вкусные даже они жирные мы сегодня их кушали они очень вкусные вот сразу возьми только где руки в рыбе вот вот миша неуде как дела Вокруг не щуки, но щуку где-то, килограмм на 6 наверное взял. Я же работать приехал и бухать, но что-то надо бухать. Пошел нарубить длинных палок, чтобы сделать 2-3 ноги, поперечину и сушить одежду над костром. Пошел в лес, искать, выбирать иву покрасивее, которой много на любой реке. Вот вместо ивы я не нашел палок, зато я нашел вот такую красоту. Полный лес молодых и не очень елочек. Просто как в оранжереи. Музыка 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 Продолжение следует...